МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Квитанции появилась графа ОДН – общие домовые нужды. Ведь вместе с этой строчкой в их квитанциях появились лишние кубометрии и раздутые цифры. Отопление принесли за два месяца. А включили отопление нам. 17-го еще пять дней не было, потому что труба прорвалась с горячей воды. И говорить некому. Некому говорить. Вот возьми, ладно, я хорошо получаю пенсию. А другие 4 тысячи пенсии получаете, 7 тысяч за квартиру. Надо повеситься. Сегодня в жилком сервис номер один за разъяснениями Любовь Овсянникова пришла лично. Разобраться в правильности начисления необходимо не только ей. Большинству приходящих в управляющую компанию непонятно, за что они платят такие суммы. Как бы индивидуальное потребление было 70 рублей начислено, а на отведение было 160 рублей начислено. Это, конечно, всех возмутило. И было еще начислено дополнительно за какой-то месяц еще. Графа такая идет в квитанции. Там было начисление. Всех это возмутило было. Конечно, мы обращались в жилком сервис, объясняли нам. Но вот как бы есть результат. Но, наверное, этот результат надо подтвердить, чтобы эта информация должна как-то идти от нашего правительства, города, информации о любом телевидении, прессе. Работникам жилком сервиса не всегда легко справиться с потоком людей, пришедшими к ним с претензиями. Все сделано в строгом соответствии с постановлением номер 354 о порядке оказания коммунальных услуг населения. И на эту тему уже было многократно сказано и в средствах массовой информации данное разъяснение, и есть уже письмо, разъясняющее жилищного комитета. Все сводится к чему? Что понять общедомовые нужды напрямую с качеством и с периодичностью оказания услуг не связывается. Проверка слишком больших цифр в октябрьских счетах за коммунальные услуги закончится в декабре. Те, в чьих квитанциях начислений по ошибке было больше, в следующем месяце будут платить меньше. И хочется верить, что таких проблем с представителями жилищного комитета больше не будет. Хотя сами коммунальщики давать стопроцентную гарантию опасаются.